Сначала чуть подробнее об установке тахографов. Об этом много говорили, теперь это свершилось. Устройство, которое позволяет контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха, чтобы избежать аварий в обязательном порядке. Теперь должно находиться в грузовых автомобилях и машинах, чей вес превышает 3,5 тонны. Нарушение грозит весьма солидным штрафом, как для водителя, так и для его работодателя. С сегодняшнего дня вступил в силу закон о суверенном интернете. По словам его авторов, это сделает Рунет более устойчивым. Он будет работать, даже если нас отключат от мировой сети. К тому же власти смогут контролировать передачу данных за рубеж, которыми обмениваются российские пользователи. Координировать функции суверенного интернета будет Роскомнадзор. Пожалуй, это нововведение поможет многим россиянам не оказаться на улице. Микрокредитным финансовым организациям с 1 ноября запретят выдавать займы под залог квартиры. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве. С 1 ноября уходят в прошлое бумажные паспорта транспортного средства ПТС. По новым правилам документ будет существовать в электронном виде. Отмечается, что нововведение касается новых автомобилей. Менять старые бумажные документы не нужно. Татьяна Голубева, День с толком.